Продолжаем информационный день на UATV. Это новость об Украине. Меня зовут Дарья Вершилинко. Здравствуйте. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Заявление уже у президента. Гонтарева отметила, если Верховная Рада примет ее отставку до 10 мая, то покинет пост раньше. Напомню, на должность главы Нацбанка парламент назначил Гонтареву 19 июня 2014 года. У нее 20-летний опыт работы в финансовой и банковской сферах. Подводя итоги, Гонтарева подчеркнула, что сегодня макрофинансовая стабильность обеспечена. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику. Сам Нацбанк переформатирован в мощный современный финансовый институт. Банковская система очищена. Гонтарева также напомнила об успешном сотрудничестве с МВФ, что позволило увеличить золотовалютные резервы до 16,7 млрд долларов. Других изменений, в частности в политике Национального банка, не ожидается. Плавающий валютный курс, инфляционное кредитование, современный Центробанк и все то, за что я и вся моя команда так долго боролись, останется неизменным. Прозрачность и неизменность выбранного пути останется залогом успешной страны и поддержки международными партнерами. И к ситуации на передовой. Двое украинских военных ранены в зоне АТО за минувшие сутки. Боевики почти полсотни раз открывали огонь по украинским позициям, сообщили в штабе. Горячее всего было на Мариупольском направлении. В районе Новотроицкого террористы били из минометов 120-го калибра, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. По силам АТО в Водяном, Лебединском и Красногоровке оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов. Неспокойно было вблизи Гнутова, Новогнатовки, Павлополя и Новомихайловки. Боевики открывали огонь по морским пехотинцам возле Широкина. Из вооружения БМП атаковали в районе Новогригорьевки. А из стрелкового оружия – Толоковки и Чермалыка. На Донецком направлении из минометов, гранатометов и БМП террористы били по Новогригорьевке, а из противотанковых гранатометов и пулеметов по Авдеевке и Шахтебутовке. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Верхнеторецкое и Зайцево. В районе Песково активизировали снайперы боевиков. На Луганском направлении оккупанты обстреляли силы АТО в районе Новозвановки. Неспокойно было в Троицком, Крымском и Станице Луганской. В Новотошковке сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. За минувшую неделю на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО задержано 24 человека. Их подозревают в участии в террористических формированиях на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, это свидетельствует о результативности проверки лиц, пересекающих линию разграничения. Великобритания будет настаивать на новых санкциях против Российской Федерации. Соответствующий документ уже подготовлен, и его рассмотрят главы МИД стран Большой Семерки на встрече в Италии, сообщает издание The Times. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москва должна ответить за поддержку сирийского режима, который применил химическое оружие против мирного населения в провинции Идлиб. Тем временем госсекретарь США Рекс Тилерсон прибыл в Италию. Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, которая унесла жизни 89 человек на прошлой неделе, заявил он в эфире американского телеканала CBS, ведь Москва в свое время взяла ответственность за контроль процесса уничтожения запасов химического оружия в Сирии. Поэтому, считает политик, вина за его применение лежит именно на России. Глава дипломатии ЕС Федерико Магерини в ходе своего визита в Алжир в очередной раз заявила, что у сирийского кризиса не может быть военного решения. Отвечая на вопрос об американском ракетном ударе по сирийскому военному аэродрому, она заявила, что Европейский Союз понимает намерения американских друзей, теперь, считает, настал момент дать большой толчок политическим и дипломатическим усилиям в Женеве. Конфликт в Сирии должен быть урегулирован путем межсирийских переговоров под эгидой ООН, подчеркнула Магерини. 500 дней, как Украина не импортирует природный газ из России. Сотрудничество с «Газпромом» украинский «Нафтогаз» прекратил из-за неприемлемо высокой цены российского топлива. Все это время Украина пользовалась реверсными поставками из Европы. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, возможность возобновления закупки российского газа будет зависеть от решения арбитража в Стокгольме. Его могут утвердить уже в мае. Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся с июня 2014 года. Но предметом исков стали контракты 2009 года на поставку газа из России в Украину и на его транзит в Европу. Общая сумма взаимных претензий – более 70 миллиардов долларов. Стартовала новая волна продажи билетов на Евровидение 2017. Их можно приобрести на все шоу, включая финал на сайте официального билетного агента «Концерт Юэй». Всего собираются продать 50 тысяч билетов. Уже через три недели 20 тысяч иностранцев приедут на международный песенный конкурс в Киев. На такое количество гостей рассчитывает вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Подготовка к конкурсу идет по плану. Все будет на высшем уровне, заверил он. С 9 по 13 мая в Международном выставочном центре столицы состоится конкурс Евровидения. Запланировано 10 шоу. Украину представит рок-группа «Оторвальд». С ними считались самые могущественные армии мира. Их пытались привлечь на свою сторону европейские монахи. Они были камнем преткновения для мощных государств. Уникальный феномен в мировой истории – украинское казачество. Сила, которая испокон веков стояла на страже украинской государственности и сегодня продолжает за нее бороться. О славной казаческой истории Украины расскажет Ярослава Гурбик. Конец 15 века. Украина под давлением соседних империй теряет остатки государственности. Ее культуру и религию притесняют. Украинцы перестают чувствовать себя хозяевами родной земли. И в это время на исторической арене рождается сила, способная защитить украинские интересы. Эту миссию на себя взяло казачество. Слово «казак» означает свободный человек, свободный конный воин. Казаками становились люди, которые умели владеть военным ремеслом. Их важность и значимость для украинской истории – это их оборонительная функция. Они защищали и отбивали территории от нападений Крымского ханства со степи. Казачество возникло на южноукраинских землях. Их тогда называли «диким полем». В течение 16 века казаки постепенно формируют военно-политическую структуру – Запорожскую сечь. Сечь была построена князем Дмитрием Вишневецким. Его задача была защищать край от нападений татар со стороны Крымского ханства. В 1552 году на острове Хортица выросла сечь – поселение, укрепленное деревянным частоколом. По краям – казацкие курени, по центру – церковь и дома-старшины. На сечи казаки принимают решение в форме прямой демократии. Достаточно быстро казачество смогло вернуть украинцам власть на родной земле. В средине 17 века образовалось украинское казацкое государство – Гетманщина. Его появление на международной арене изменило геополитическую ситуацию в Восточной Европе. Это говорит о том, что украинское казачество – феномен мировой истории. Никто не поднимался в то время до такого уровня, чтобы решать судьбу своего народа. Вся территория Запорожской сечи в 18-м столетии достигала размеров островной Англии, охватывала современные Днепропетровскую и Запорожскую области, а также частично Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую. С военной силой казачества считались не только Крымское ханство и Османская империя, а также правители Речи Посполитой, России, Австрии и монархи других государств. Украинские казаки были профессионалами высокого уровня. За это их и ценили в европейских странах, что они могли выполнять самые сложные задачи качественно и успешно. Казаки стали щитом для народов Европы. Об этом свидетельствуют знаменитые исторические битвы. Важнейшая среди них – Хатинская, которая состоялась в 1621 году. Тогда объединенным польско-украинским силам удалось остановить поход османам на Европу. А через полвека казаки помогли союзникам положить конец попыткам Османской империи покорить европейские страны. Казаки отличились в Венской битве 1683 года, которая стала переломной, поскольку остановила продвижение турок в Европу. И мусульманская угроза, как таковая, стала терять силу. Тот подвиг украинцев помнят в Европе и через века. Так в 2013-м к 330-й годовщине Венской битвы украинским казакам в столице Австрии установили памятник. Украинцы – казаки по духу, победоносные и героические. Больше такой массовости и социально-национальной направленности, которая была в украинском казачестве, нигде в мире не было. Казачество жило идеей самостоятельности и независимости. В зоне интересов Российской империи украинское казачество с его демократическими идеалами свободы и национальной независимости не имело шансов на существование. Поэтому в течение XVIII века российские монархи сделали все для уничтожения казацкого уклада. И пытались тереть даже память об этой славной эпохе в истории Украины. Российская империя, еще когда была московским царством, всегда использовала вооруженную силу украинского казачества и изначально пыталась ее подчинить. Когда Москва поняла, что казаки могут быть угрозой для ее продвижения на юг к Черному морю, то Екатерина II распорядилась ликвидировать Запорожскую сечь. Современные казаки одними из первых во время революции достоинства встали на защиту справедливости, развернув на Майдане свою сечь. Они были во всех горячих точках противостояния, проявили мужество и героизм. Кадры стойкости казака Михаила Гаврилюка во время издевательств силовиков поразили весь мир и подняли на борьбу новые силы. Государственные символы Украины также тесно связаны с казацкой идентификацией. Процедура инаугурации президентов обязательно включает вручение гетманской казацкой булавы. Даже текст гимна прямо и однозначно относит украинцев к казацкому роду. Ярослава Гурбик, Дмитрий Гришко, Тимофей Сорокин, Юэй-Ти-Ви. У православных христиан началась страстная неделя. Она завершится днем воскресения Христова. В эту неделю принято соблюдать особо строгий пост. Каждый день имеет свое сакральное значение. Тайная вечеря с учениками, предательство Иуды, арест, неправедный суд, его страдания, распятие на кресте и погребение. По традиции, первые три дня недели хозяйки убираются дома, а чистый четверг расписывают писанки. В страстную пятницу начинают печь куличи. Этот день самый скорбный не только за всю неделю, но и в году. В пятницу многие верующие вообще воздерживаются от приема пищи. Закончится великий пост на Пасху 16 апреля. Мы продолжаем работать, продолжаем следить за тем, что происходит в Украине. Об этом расскажем в следующем выпуске новостей. Оставайтесь с ЮЭТВ.